В Ненецком округе завершилась кампания по доставке детей на летние каникулы. Последний рейс со школьниками покинул Наринмар и отправился в сторону стойбищ СПК Ерв и Харп. Сейчас оленеводы откочевали далеко от поселений, поэтому детей в стойбище можно доставить только вертолетом. Узнать достоверные координаты, отметить их на карте и составить авиамаршрут. Доставить детей к стойбищам, где живут их родители-оленеводы – задача непростая. Поселок, по крайней мере, ты знаешь точно, где он находится. Знаешь, где там площадка, как дома находятся. А здесь стойбище бывает надо все равно искать. Особенно, если бывает погода не совсем ясная и солнце, то в этом только смысле, что найти сложнее. Сегодня мы летим по оленям хозяйствам Харп и Ерв в точке. И в данный момент просто определяем по карте их положение. Отвезти детей на каникулы к родителям – главная забота авиаторов и школы имени Антона Пырерки. Там учатся дети со всего Ненецкого округа. От Неси на Западе до общины Ямпто на Востоке. Дважды в год вертолётами Наринмарского авиаотряда школьников доставляют к месту учёбы и обратно. За неделю из Наринмара к месту жительства вывезено 279 пассажиров. В этом году немножко, наверное, даже поменьше, потому что часть детей уехали самостоятельно, родители забрали, потому что весна в этом году такая затяжная, речки не вскрылись, поэтому близлежащие бригады сумели забрать своих детей сами. Первая остановка в посёлке Красное. Забираем учеников местной школы и вперёд к стойбищам. Чтобы найти место назначения наверняка, в помощниках пилотов – проводник. Василий Хатанзийский летает на школьных рейсах не первый год и легко ориентируется в тундре. Бригады не руна. Отсюда километров 60, 50, 60 километров. А их будет видно, да? Да, сверху, да. Сначала вертолёт развозит детей по бригадам кооператива «Харп». Винты не останавливают. Впереди ещё две остановки плюс бригады кооператива «Ерв». В один день пилотам предстоит провести в воздухе не менее трёх часов. В каждом стойбище прилёт детей – настоящий праздник. Практически весь учебный год дети проводят в Красном и не могут навещать родителей, кочующих вдали от поселения. Да, мы всегда ждём. Это мой племянник прилетел. Да, они будут помогать всё лето. Вот взрослые уже повзрослели, будут ездить, помогать старшим. Мы их очень ждали и ждём. На обратном пути снова остановка в Красном. На борт сидятся выпускники. Традиционно их вывозят в Наринмар для сдачи единого государственного экзамена. В этом году 11-й класс немногочисленный. Всего шесть человек. Исключительно женский. У меня пять экзаменов. Это русский, математика, база, профиль, общество и история. Я хочу на педагогику психологии девиантного поведения, но не знаю, как там получится, поэтому несколько вариантов рассматриваю. Следующие школьные вертолёты поднимутся над Наринмаром уже осенью. На празднике День оленя в начале августа бригады сообщат пилотам свои новые координаты. За лето кочевники сменят не одну стоянку и будут ещё дальше от поселений. Валентина Чубичик, Леонид Шушелов, Телеканал Север.